Андрей Васильев. Файролл. Книга пятая. Сицилианская защита. Глава первая. В которой возникают новые персонажи. Само собой, я был не сильно бодр духом и крепок телом в это утро. Сами рассудите. Сначала дворцовый переворот, потом это на редкость скволыжная сварливая богиня, а напоследок я еще часа полтора по лугу брел обуреваемой мыслями. Какой смысл из игры выходить? Здесь хоть думается неплохо. Коли тут рассвело, так и в реале утро. Ну, правда, с еще не взошедшим солнцем. Дело совсем уж шло к зиме. День укоротился, ночь удлинилась, но, по сути, это ничего не меняло. Спать не ляжешь уже, поскольку меньше трех часов ночи дрыхнуть нельзя. Эту истину в меня намертво вдолбила одна моя знакомая медичка. Если в перспективе у тебя маячит меньшее количество часов для сна, то лучше уж вообще не ложиться. Выспаться не выспишься, но вот разбитое физическое состояние и подавленное умственное ты себе обеспечишь, что в результате у меня и имело место быть. А после к этому добавится еще повышенная раздражительность и редкостная вздорность. Лучше уж так, совсем без сна. Правда, после двух часов дня тебя сносить будет нереально, но до двух часов еще дожить надо. Когда я вылез из капсулы, Вика уже встала, успела сходить в душ и, сидя на кухне, дула чай в халатике с веселенькой расцветкой, бодрая и свежевымытая, как морковка. «Мда...» — окинула она меня взглядом. «Вот вы, геймеры, все-таки странные люди. Честно скажу, никогда не понимала, почему вам охота по ночам эдакой дурью заниматься, а наутро как пожеванными коровой ходить». Я промолчал. В первую очередь потому, что возразить ей было нечего, тем более, что я с ней был полностью солидарен. «Кофе сварить?» — верно расценила мое молчание Вика. «А ты пока пойди, душ контрастный прими». Элька всегда так делала, когда вот так же по утрам привидением из этой вашей ванны с проводками вылезала. Организм под стройми горячей холодной воды попеременно выл, не переставая, как бы говоря мне. «Вот все-таки какая же ты, скотина, хозяин! Сначала сам не спишь, меня извудишь, а теперь еще и пытаешь. Гад ты, и все тут!» Тем не менее, столь радикально, я такими вещами, как контрастный душ, не грешу, а потому для меня, как ни крути, это было довольно экзотическое времяпрепровождение, действо оказалось достаточно результативным. Мутная хмарь из головы пропала, появилась некоторая бодрость, а следом за ней приперся и голод. Вика посмотрела на меня, жадно глотающего кофе и буровящего взглядом в дверцу холодильника. Вздохнула, взъерошила мою мокрую после душа голову и загремела сковородками. «Может, на метро поедем?» Несколько опасливо поинтересовалась Вика, когда мы вышли из подъезда. «Ты за рулем не уснешь?» После еды я несколько ословел, но не настолько, чтобы заснуть за рулем, о чем, закуривая сигарету, я и сообщил Вике. «Хорошо, раз ты так говоришь, так оно и есть на самом деле. Опять же, это крайне романтично, погибнуть в отсвете лет в одной машине с любовником. Мои родители, узнав подробности, будут в восторге». Вика поправила воротник моей синей куртки. Холодает, пришло время утепляться. «Надо тебе нормальное пальто купить или плащ. Ты теперь серьезный человек, нормально зарабатываешь, а одет как не знаю кто. Просто как студент какой-то». Я снова промолчал. Спорить с ней на эту тему я точно не собирался. Все равно переспорит. А вот выделенное голосом слово «любовником» я отметил особо. «Ну что, оса доведется по всем правилам. С требушетами, подкопами и перерезанием водных артерий. Осажденных может спасти только чудо. Впрочем, до поедания конины еще далеко. Еще посмотрим, что на Новый год будет. Может, ее сестрица меня прирежет при оказии под крышей дома своего. С нее останется». В машине Вика сидела молча, о чем-то думая. Об этом говорила морщинка на лбу. Я давно заметил, что она появляется только в минуты, когда Виктория размышляет о неких глобальных вещах. О чем спрашивать не стал, но, догадываясь, что-либо о своем будущем со мной, либо о грядущем пополнении нашей редакции. «Я же вообще ни о чем не думал», — на меня накатил отходняк. «Как ни крути, а все-таки такое дело доделал», — довел до ума квест. «Любопытно, что Зимин с Валяевым скажут по этому поводу и что в качестве премии вручат. Может, остров или личную ракету?» Мое искомное и законное место на парковке у издательства было занято чьим-то серебристым «Мерседесом». И это немного сбило благодушный настрой, а также искренне и до глубины души возмутило Вику. «Нет, ну совсем обнаклили посетители», — цукая каблучками по плитке холла, довольно громко рассуждала она. «Написано же, стоянка только для сотрудников редакции. Вот куда охрана смотрит?» Один представитель охраны смотрел на ее ноги, второй глазел в сканворд, тем самым они оба олицетворяли всю сущность частно-охранной системы России. Смотреть на кого и на что угодно, лишь бы не туда, куда надо, и уж тем более туда, куда положено. Уже у самых дверей в редакцию нас оглушил многоголосый взрыв хохота, раздавшийся из кабинета. Вика остановилась и посмотрела на меня. «Ничего себе!» Ее личико напряглось, и в нем появилось что-то хищное. Весело у них там. Совсем разболтались. Я покачал головой и открыл дверь. Внутри кабинета было людно. К трем моим гамадрилам, в данный момент беззаботно смеющимся, добавилось еще четыре персонажа. Причем три из четырех были девушками, что меня немного обескуражило, а Вику напрягло, судя по грозному сопению у меня за спиной. «Единственный парень?» «Ну как парень?» Я бы сказал, мужчина, крепко сбитый русак с короткой стрижкой и широкими плечами, подошел ко мне и протянул руку. «Добрый день! Сергей Жилин! Представляюсь по прибытию!» Я пожал его руку, отметив крепость пожатия и хмыкнув полюбопытствовал. «Никак служил?» «Довелось!» Подтвердил мое предположение крепыш. «Подуре, собственно, в армию попал, но не жалею. Правда, потом в универе замучился восстанавливаться. «Нормально, сработаемся!» Я сразу как-то проникся к Жилину симпатии. Сразу было видно, основательный и надежный человек. Есть такие люди. Только глянул, и сразу все ясно, кто он. Сволочь, добряк, стукач. Вот этот, он как магнитофон электроника 202. Не подведет, не сломается при нагрузках и будет работать в любых условиях. Буквально оттеснив плечистого Сергея, ко мне подошла глазастая девица с совершенно замечательным огненным прыщом на лбу, волосами, которые либо были уложены в замысловатый шедевр парикмахерского искусства с названием «Последний день Помпеи», либо попросту были нерасчесанными и на редкость костлявыми ключицами. Да и приятными глазу объемами в районе груди она тоже похвастаться не могла. Обдав меня просто облаком каких-то цветочных ароматов, она сунула мне потную ладошку. Я Мариетта. Мариетта Соловьева. Красный диплом, шесть публикаций, полугодовая стажировка за рубежом. Откуда-то из-за ее спины раздался сдавленный смех. Сменялась длинноногая блондинка, обладательница отменно красивой фигуры, длиннющих ног и такого же потрясающе красивого лица. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова